Ребят, привет! Сегодня мне хочется поговорить на очень важную тему, с которой, наверное, нужно было начать вообще все видео. Как-то не слишком большое внимание я уделял этой теме, и сейчас буду, что называется, исправляться. И мне кажется, вот это главное видео нужно посмотреть каждому, кто хочет и планирует делать хоть какие-то изменения с собой, будь то волосы, нос, пластика или что-то еще. Это на самом деле очень важная тема, и сегодняшний выпуск будет, если его вот кратко попробовать обозначить, это, наверное, о психологическом здоровье и о том, что прежде всего вы изменяете в своей жизни, делая ту или иную манипуляции с собой, со своим телом, со своим организмом. Давайте поговорим сегодня именно об этом. Мне кажется, очень важная тема, с которой реально вы должны начать смотреть все ролики, которые есть на канале. Вот именно с этой темой. Что ж, поехали. Обратили внимание, у меня появился новый микрофон, и хочу сказать, что все те консультации, которые вы заказываете, все эти средства, они идут не просто вот сюда или вот сюда, они идут на покупку, соответственно, оборудования, чтобы вам было качественнее слышно, видно. Следующую покупку я планирую купить, наконец-таки не записывать ни с телефона, а с камерой. На мои авиаперелеты в Стамбул, такси, размещение и так далее. То есть, если вы посчитаете все эти расходы, вы, наверное, очень удивитесь, насколько это недешево вести блог, не считая того, сколько я трачу своего личного времени. Поэтому спасибо большое за вашу поддержку каналу. И это также я вижу вашу заинтересованность. И те ребята, которые уже воспользовались консультациями, уже, в принципе, осознали. Пользуясь этих консультаций, я выкладываюсь, что называется, на все 100. Пытаюсь одеть на себя вашу проблему, чтобы более, скажем так, учитывая уже опыт, который у меня есть, общение с самыми классными клиниками, докторами, одеть, что называется, вашу проблему, и понять, что лучше все-таки подойдет в том или ином случае. Поэтому еще раз спасибо за вашу поддержку, за заказ услуг. И передвигаемся, что называется, к нашей теме. Итак, перед тем, как вы идете на какую-то манипуляцию со своим телом, будь то пересадка волос или же пластическая хирургия, нужно прежде всего понять и осознать, все ли вообще нормально у вас в жизни, все ли у вас гармонично. Сегодня я был на операции по ринопластике, и вот мы как-то разговаривали с помощником доктора, и я понял, что ведь реально об этой теме я никогда ее не поднимал, а она очень важна. Мне она казалась такой очевидной, что, собственно, и говорить о ней не стоит, а стоит. Точно так же, как я пытаюсь очень детализированно порой каждый вопрос вам донести, все это, как говорят, разжевать, чтобы всем было понятно. Точно так же я сегодня постараюсь тоже объяснить, какое значение того, что вы делаете пересадку волос или любую манипуляцию с собой. Перед тем, как идти на любую пересадку или же пластическую какую-то операцию, задайте себе вопрос, все ли хорошо у вас в жизни. И вот это вот, если у вас возникает вопрос, что нет, подумайте, а исправить ли реально пересадка волос, там, исправление носа, кубики или липосакция, качество вашей жизни. Я немного уже говорил в одном из видео до, о том, что если вы привыкли и научились качественно жить без волос, таким, какой вы есть, то пересадка волос или пластическая хирургия только добавит очков, что называется, вам, и ваша жизнь станет более качественной. Но если вы не уверены в себе, если у вас более глубокая проблема, прежде всего нужно разобраться с ней. Да, возможно, в краткорасрочном периоде вы ощутите себя, возможно, более уверенным, но это пройдет, если вы не научились жить самим собой, тем, кто вы есть на самом деле, до этого, лысый, не лысый, там, с большим, огромным носом, я не знаю, или еще чем-то, то в глазах окружающих, как я и говорил, помните про свет? То есть из вас будет излучаться свет, но это первое время, а нужно, чтобы он был постоянный. И вот постоянный свет, он включается как раз-таки внутри. И чаще всего такие вопросы решаются или благодаря психологу, или психиатру, или если вы готовы сами с собой работать, это более длительный период, и может быть даже рискованный, тогда стоит, наверное, можно прибегнуть к этому способу. Но изначально я бы, наверное, рекомендовал, именно если у вас реально, вы чувствуете, что вам плохо жить, и это вам мешает, точнее, жить, то нужно изначально идти к психологу, может быть, даже кому-то к психиатру, потому что все, многие проблемы как раз-таки идут от этого. И, как я заметил, по некоторым ребятам даже, которые делают пересадку волос, или вот мне рассказывали, там делают себе груди, там губы, или еще что-то, это не решает проблем. И через какой-то промежуток времени этот человек все равно понимает, что он несчастлив. Он несчастлив, он идет на вторую операцию, на третью операцию, вот как мне тоже пишут. Ну, у меня недостаточная плотность. Ребят, то, что касается пересадки волос, вы изначально должны понимать, что вы не достигнете той плотности, которая у вас была, когда вы были ребенком, или тинейджером. Любая пересадка волос, это эмуляция, это эмуляция волос, и это, скажем так, каждый доктор, его скиллы измеряются тем, насколько он это может сделать искуснее, и чтобы это было незаметно, во-первых, что это не ваши волосы, что это не пересадка, что очень тяжело сделать. И второй момент, чтобы плотность позволяла вас увидеть того человека, который как будто бы обладает этими волосами, а не просто там себе их пересадил. Потому я даже тоже смотрю на некоторых блогеров, и понимаю, у которых вообще нет проблем, не было проблем до того, как они не столкнулись с пересадкой. У них была естественная линия, да, может быть, какие-то залысины, но теперь у них вот этот вот пеньки, которые я называю, очень неестественные, и теперь эту проблему нужно решать снова. И теперь нужно искать профессионала, который это все мимикрирует и сделает более незаметным. Так вот, возвращаясь опять-таки к главной теме, какую проблему вы решаете, вот даже те же блогеры, делая пересадки волос. То есть вы реально чувствуете, что вам что-то не перепадает из-за того, что у вас нет волос, или ваша жизнь, или вы что-то не можете найти хорошую работу не из-за скиллов своих собственных, или из-за профессии, или из-за образования, а из-за волос. То есть вот это нужно прежде всего прорабатывать себе и учиться качественно жить такими, какими вы есть. И затем, если вы понимаете, что у вас, в принципе, жизнь и так нормальная, вот я вчера смотрел блогера, классный, кстати, блог, не буду говорить какой, да, то есть там чувак, лысый чувак, и он говорит, что мне не нужна абсолютно пересадка волос, и мне и так качественно жить. Вот. То есть, в принципе, у него, он уверен в себе, у него и так все нормально, он чувствует себя комфортно, он чувствует себя полноценно. И, ну, с другой стороны, я, конечно, понимаю, что он элементарно не может, он осознает, что не может сделать пересадку, потому что у него огромный арбуз, а донорки нет. И он, возможно, представляет, какой результат он получит, и его это не устраивает. И он для себя сделал выбор, что ему и так качественно живется, он и так состоявшаяся личность. То есть, вот, респект, что называется, и уважуха. То есть, вот точно так же вы должны для себя осознавать. Первое. Самоценно ли вы себя чувствуете без пересадки волос, что она изменит? И сможет ли она изменить облик в ту сторону, которую вы ожидаете? И то, что вы получите? Ну и, соответственно, какой бенефит, какие плюсы того, что вы сделаете пересадку волос? Ваша жизнь станет качественней или нет? Ну, по себе я могу сказать. То есть, я, как вы знаете, ношу систему волос, и многие мне тоже пишут, говорят, ой, ну, особенно первый год был, это говорит, ой, это же парик, это же фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Я не обращаю внимания на такого рода, как бы, комментарии, потому что, ну, во-первых, у меня нет на это время, во-вторых, я понимаю, что уровень нашего, наверное, ментальности и уверенности разные, и мне хватает уверенности даже не то, что носить, но даже показывать вам, как это может быть, и не скрывать о том, что да, это можно делать, это можно носить, это можно использовать, чтобы вам показать пример, чтобы вы понимали, что жизнь не заканчивается на том, что есть волосы, нет волос, нет донорки, что делать? То есть, если очень сильно хочется, можно решать проблемы, причем абсолютно любые проблемы, что называется, в этой жизни. Другой момент, какими средствами и с чьей помощью. Кстати, психолог и психиатр тоже стоят в этом листе для кого-то, кто не может справиться со своей там болью, можно с этого начинать, почему бы и нет. Так вот, пишут, когда говорят, ой, это же система, это же фу-фу-фу, это было год назад, через год уже ребята, которые, кстати говоря, некоторые так и писали фу-фу-фу, обращаются ко мне, чтобы мы могли подобрать для него систему. И они понимают, что да, для них, например, та плотность, которая получится при пересадке, будет недостаточной, и тогда мы подбираем систему. То есть, немножко говоря о системах. Система это такая штука, которую вы попробовали, вам она не понравилась, вы ее выбросили. То есть, не такие большие потери. Пересадка волос, если вы уже пересадили, вы уже сделали манипуляции на своей голове, и от этого избавиться практически нереально. После таких манипуляций нужно перебегать к еще более профессиональным докторам, чтобы все это исправлять. Это будет дороже, дольше и сложнее. Об этом я тоже говорил не раз. Сейчас система, попробовали, поняли, что вау или не вау, вау, продолжайте носить, не вау, выбросили, ничего не потеряли. Если взять каких-то там хейтеров, еще кого-то, но у меня тоже нет времени на это, я не смотрю. То есть, даже когда вы мне там прям указываете, отправляете ссылки, вот реально нет времени все это анализировать, смотреть, да и зачем. То есть, что называется, мы живем в доме, мне нет смысла спускаться в подвал, чтобы смотреть, что там крысы делают. Пусть они делают, что они хотят. У меня есть своя жизнь, у меня есть свои направления, у меня есть свои цели, я делаю то, что я считаю нужным. Почему тоже появляется этот хей? Тоже из определенного недовольства собой. То есть, кажется, что ну блин, а я же тоже сделал пересадку, я же тоже мог там сделать блок, и меня он, жена моя на кухню выгоняет, чтобы я ей не мешал, и в то же время долбит меня, ну вот же, смотри, ты же тоже мог сделать. Нет, это так не работает. То есть, огонь должен быть внутри. То есть, нельзя просто чем-то заниматься, если у вас даже просто какая-то финансовая мысль в голове, что о, блин, с этого же можно заработать. Нет, это не работает. Этим нужно жить. То есть, я еще раз, я просыпаюсь в 6.30 утра, я делаю зарядку, я завтракаю, я начинаю работать, получаю ваши заявки, обрабатываю их, иду на операцию, прихожу с операцией, сейчас записываю ролик, потом я опять сажусь за ваши заявки, сначала за платные консультации. Как правило, на бесплатной консультации у меня остается мое личное время, и иногда я уделяю свое личное время, которое появляется к часам 10-11, отвечаю на ваши бесплатные консультации, чтобы опять-таки вам можно было помочь. Люди устроены каким образом? Два типа людей. Одни люди, что называется, шагают по лестнице, видят перед собой дорогу и идут туда. Вторые люди чаще не могут идти по этой лестнице, у них нет пути, и они идут по головам, чтобы топить других людей. Не самому выше подняться куда-то, или идти даже не то, что выше, идти по своему пути, а постараться, чтобы никто не высунулся из твоего уровня, да. Ну, я тоже понимаю, что это определенное постсоветское, даже не то, что мышление, вот поведение, наверное, паттерн поведения людей, но прежде всего вы должны думать о себе, о том, что вы хотите, что вы хотите получить, и поможет, и что вам может помочь, что называется, какой инструмент вам нужен, чтобы воплотить ваши цели в реальность. Это может касаться и бизнеса, и личных отношений, и пересадки волос, ринопластики, или чего-то еще. Поэтому прежде всего подумайте о том, что реально даст ваша операция и ваш результат. И вот то, о чем я говорю, некоторые ребята, даже после операции, они все равно недовольны, они все время сравнивают свои результаты с чьими-то еще результатами. Вот тоже у нас ребята в чате писали. Я не согласен, я сейчас вам объясню, о чем шла речь и с чем я не согласен. Шла речь о клинике эстетика. У нашего парня, кто там сделал не очень хороший результат, ему он не нравится, хотя прошло еще небольшое количество времени, и суппорт клиники, по-моему, там Инна женщина работает, она не работает в этой клинике, точнее, но она помогает этой клинике, и она говорит, подождите, нужно выждать, и она также говорит, не сравнивайте свой результат с результатами тех работ, которые у нас же в инстаграме. И, ребята, конечно, их это задело, я понимаю, что, ну как это, это же витрина, это же то, что вы предлагаете, и это показатель ваших работ. Но в данном случае я не хочу защищать конкретно эту клинику или все клиники, потому что, прежде всего, я на стороне наших ребят. Именно поэтому, ребята, я вам и хочу объяснить, что вы поняли для себя и не искали причины в клиниках, клиника плохая или хорошая. По поводу эстетики у меня нет никаких предрассудков, я там был, я как-нибудь вам расскажу, что там и как там. То есть у меня ни плюса, ни минуса к ним нет, и я не стараюсь их защитить, но я стараюсь еще раз, чтобы вы сами поняли, нельзя примерять результаты вашего соседа или человека с инстаграма на вас самих. Это не шапка, это не кепка, которую вы одели, и у вас это будет, в принципе, так же смотреться. Но, опять-таки, если вы даже оденете шапку или кепку, она на вас будет смотреться совершенно не так, как на ком-то еще. Модель на подиуме идет в шапке, вы ее одеваете, на вас она выглядит совсем по-другому. Что касается волос, тут еще все сложнее, потому что, во-первых, это его собственные волосы, это его собственная биология, это его собственная физиология. Какие волосы, какая плотность, какая донорка, какая зона аллопеции, как пересажена, сколько времени прошло, как функционирует организм, какая стадия развития волоса. Все эти факторы, плотность волос, как прижилась или не прижилась, то есть это все индивидуально под того человека, которого вы видите в инстаграме. Почему вы решили, что у вас будет точно так же или даже похоже? Доктора вам обещают правильную работу, именно поэтому я ищу только докторов, которые делают операции. Мне неинтересны клиники, где делают ассистенты, это вы уже поняли. Доктор – это человек, с которым можно спросить. Доктор – это человек, чье имя предлагает как гарантию, как штаб качества. Кто такой ассистент? Кто-то там, неизвестно кто, кто сделал, если даже сделал плохо, от кого требовать, от клиники. В общем, это другой вопрос, но вы не должны примерять на себе чьи-то результаты. Еще важный момент, как нельзя слишком рано судить. Я понимаю, что вы хотите все моментально получить результат, вам сделали пересадку волос, вы хотите… У кого-то там начало расти на 3-4 месяц, и вы хотите так же. Я хочу на 3-4 месяц, чтобы у меня начали прям волосы расти. Ребят, но терпение, если вы протерпели 5-10-15-20 лет, потерпите еще год. Если вы пошли на эту операцию, и вы уже предварительно можете представить, что вы можете получить, а именно этим я на консультации и занимаюсь, убираю из вас предрассудки, и чтобы вы не сравнили на себе вот эти вот шапки, шапки, как будто вы одели шапку, результат другого человека на себе. Нет, у вас будет совсем другой результат, именно в зависимости от того, что дано, и в итоге итог будет, соответственно, другой. Недостаточно донорки, недостаточно материала, вы понимаете, что будет жизненько, подходит – делайте. Одна этапная, два этапа, три этапа – это мы все рассматриваем на консультации. Если недостаточно, рассмотрите или вариант привыкания к себе, к такому, какой вы есть, и продолжение жизни, да, именно таким, как вы уже должны были привыкнуть более или менее жить. Или рассмотрите систему, трихопигментацию или что-то еще. Выбор в этом и есть огромный плюс этой жизни. Вы можете выбирать. Да, вы можете быть подвержены влиянию рекламы, вы смотрите Инстаграм, и куча вылетает вам предложений с этой, с этой, с этой клиники. Нельзя одевать вот эти результаты на себе. Воспользуйтесь помощью тех, кто разбирается, тот, кто может посмотреть на вас со стороны и спросить у них совет, а что по факту можно получить, и чтобы это был не заинтересованный человек, да. Я не хочу сказать, что выбирайте мои только услуги, потому что я это делаю. Если у вас есть какое-то доверенное лицо, кто не заинтересован, у кого нет заинтересованности, пойдете вы на операцию, не пойдете на операцию. Кто может просто, во-первых, оценить то, что у вас есть, и понять то, что у вас приблизительно получится, чтобы, возможно, кто-то тоже анализирует очень много информации, много клиник, понимает, чем справляются те другие клиники, как это все работает. И если этот человек может оценить и сказать, что, блин, ну, Жека, ну не надо тебе делать, да, и вы поймете и доверитесь ему, вот, тогда стоит попросить чьей-то помощи. Ну, нельзя одевать чужие результаты на себе и ожидать, что у вас будет так же, или вот так, или вот так, или вот так. У вас будет индивидуально по-другому. Хорошо или плохо, это зависит прежде всего от доктора, но не забывайте еще раз, приживаемость, ваша физиология, возраст и так далее. Также некоторые ребята в нашем чате, ну, честно скажу, некоторые ребята делятся результатами клиник, которые, ну, результаты, мягко говоря, не очень. Я не могу критиковать сильно, во всяком случае, или вообще критиковать ребят, которые уже сделали операцию. Зачем, что называется, кого-то расстраивать, потому что все равно уже сделано. Но ребята, те ребята, вот, которые считают, что у них классные результаты, которые сделаны в клиниках, которые, ну, я некоторые, мягко говоря, недолюбливаю, или нейтрально отношусь. Я к ним нейтрально отношусь не потому, что мне так хочется. Я анализирую, ну, напомню вам о том, что я уже прочекал около 60 клиник. Сколько клиник я могу порекомендовать? Ну, наверное, меньше пальцев двух рук, да? Почему? Потому что есть определенные причины. Идти туда, не идти туда и не идти туда. Чтобы было более просто для самого себя анализировать, я их разделяю по определенным классам. Фабрики, ресторан, кафе, фастфуд. Это помогает классифицировать информацию. И если я не рекомендую ту или иную клинику, или я про нее просто молчу, и не спешу идти туда на чек, значит, есть определенные причины. И просьба тем ребятам, которые делают пересадки во всяких, ну, извините, говноклиниках, не рекомендуйте и не берите на себя ответственность, свою личную ответственность за ребят, которые пойдут туда же и сделают. Помните, как был после моей операции, когда я сделал, и я реально верил и доверял, и думал, что да, у меня хороший результат. Но я ждал, я ждал, я не кричал, как многие блогеры там рассказывают, вот, я сделал. Сравнивали вы с чем-то другим? То есть реальные результаты. Какая информация у вас есть, чтобы оценивать первый, второй, третий вариант? Или только вот это вот? Поэтому будьте ответственны за ребят, которых вы направляете во всякого рода говноклиники. Да, пусть там может быть дешевле. Точнее, да, там всегда дешевле. Но подумайте сами, почему дешевле? Кто делает? Почему туда меньше идут люди? Или туда идут больше люди? По каким причинам? И, конечно, как я и говорил, не примеряйте, как шапку, результат одного человека на другой. Надеюсь, вам это полезно. Надеюсь, вы понимаете, о чем я, что я вам пытаюсь донести. Прежде всего, постарайтесь научиться качественно жить для самого себя, с таким, какой вы есть. Не рассматривайте пересадку волос или пластическую хирургию как способ переключиться на другого «я». Вы не переключитесь и не станетесь другим человеком. Вы станете тем же человеком, только немножко другим. Делайте то, что вам реально кажется, что это даст вам определенные очки и улучшит качество вашей жизни. Но, опять-таки, ссылаясь на то, что вы уже живете комфортно, вам удобно и вы достаточно счастливы и понимаете, что вот эти улучшения – это реально инвестиция в себя и ваша жизнь станет более качественной. Причем не во временном интервале, а постоянно. И тот свет, про который я вам говорил до этого, свет изнутри, он будет гореть не первые несколько месяцев или пару лет, пока вы там не обратите на свою донорку или поймете, что врач-то не врач. Или сравните, как могло бы быть, да, только в том случае, когда вы получите тот результат, который вы можете получить, ссылаясь на то, что у вас дано. И надеюсь, что ваша жизнь реально станет качественней и вы поймете в полной мере то, когда я вам говорю, что такого плана операции – это инвестиция прежде в себя. Ну и главное, чтобы колосилось. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok